МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не у всех есть возможность бросить все дела и обязанности, чтобы махнуть на другой конец света. В эфире шоу «Магия кухни» и в этом мы вам сегодня поможем. Мы главные гиды в путешествии, ну а путевку нам в эту замечательную страну нам обеспечил шеф-повар Сарана Латина Елена Остраух. Мы сегодня едем в Бразилию. Елена, добро пожаловать. Долгожданное событие лично для меня, потому что мне было опыта еще готовиться с шеф-поваром в виде же отчательной женщины. Здравствуйте. Добрый день. Елена Остраух. Деликатно отказалась сказать, сколько лет профессионально трудится на кухне, но признается, что работает шеф-поваром уже восьмой год. Умеет готовить практически все, и европейские, и азиатские блюда. Считает, что все кулинарные новшества – это хорошо забытое старое. Жить не может без мяса. Именно поэтому и выбрала местом работы стейк-хаус. Сегодня будем готовить вместе. Я не знаю, как нам сказать, у нас сегодня далеко не мужской, это, скорее всего, нейтральный коллектив, потому что у нас в гостях будет еще тоже дам. Это хорошо. Ну, я тоже думаю так, потому что девушки готовят хорошо, женщины готовят замечательно. У нас шеф-повар чаще всего бывает мужчина. Как думаете, с чем связано? С чем связано? Не знаю. Скорее всего, наверное, то, что это все-таки больше мужская профессия. Разделим ее вместе прямо сейчас. У нас, друзья, в гостях сегодня солистка группы «Индигов». Причем это новый состав. Знаем, мы ее давно уже популярнейшая, очаровательная, талантливейшая певица Раушан. Здравствуйте. Идемте к нам. Раушан Джумакул у нас в гостях. Здравствуйте. Здравствуйте, Раушан. Ну, смотрите, у нас такая великолепная тройка. Задания будем дарить друг другу вместе. Сегодня необычная программа. У нас впервые маги кухни. Мы сегодня говорим о Бразилии, бразильской кухне. Да. Есть свои особенности? Да, у них есть некоторые свои особенности, но мы будем делать вполне очень простые блюда. И, как говорится, далеко не будем отходить. Насколько это просто, сейчас будем решать все вместе, друзья. Я напомню, что у нас сегодня мукека и фейжоада. Ну, а какие необычные слова знаете вы? И так что давайте делиться хорошим настроением прямо сейчас. Ну и, как всегда, начнем, пожалуй. Шеф, командуйте, пожалуйста, что у нас есть, какие ингредиенты для первого блюда. Так, в мукеку у нас ходят, это, то есть, стейк из семги. Так. Под соусом из овощей с креветками и кокосовым молоком. Замечательно. Ну, а для того, чтобы наши блюда оставались всегда самыми вкусными, аппетитными, естественно, нам помогает всегда наш близкий друг и наш партнер. Евразинс Фурс Корпорейшн с брендами «Три желания, шедевр» и «Золотые горы». Традиция качества с 1962 года. Не забывайте, друзья, мы соблюдаем эти традиции, советуем и вам. Ну и прямо сейчас уже готовы принять задание. Мы с Равшаном вместе будем помогать вам. Для начала мы зажжем сковороду, и нам надо будет поставить духовой шкаф на температуру 180, время 7 минут. Пусть уже, в смысле, готовится, да? Да, то есть, на это блюдо у нас очень много времени не уйдет. 180 на 7 минут. Подготовим сковороду. То есть, у нас сразу здесь две сковороды. Это на стейк, чтобы дать коллер стейку. На данный момент ваша задача состоит в том, чтобы нарезать мне овощи. То есть, овощи – это перец. Так, перчик как будем резать? Перец мы режем соломкой. Давайте перчик доверим. Давайте. Но не в совсем большом количестве. То есть, много перца не надо. Сердцевину убираем? Делаем просто это. А, вот так. Понял. Вот так. Понял. И соломочкой. И соломочкой. Хорошо. То есть, сейчас я вам покажу. То есть, вот этот перчик мы вот так отрезаем. Вот этого перца количество нам будет предостаточно. То есть, этого хватит? Этого хватит. Слушайте, я тоже ожидал, что будут участвовать все перчики. Если вы позволите, я в процессе уже готов о наших гостях узнавать все больше и больше информации. Равшан. Да, я слушаю вас. И у нас на сцене с большим опытом. Ой, честно сказать, нет. Нет? Нет. Новичок. Вообще, да, я новичок. Ну, я не знаю, можно ли так считать. Я в группе пою чуть больше полугода. В группе? А до этого опыт был? Нет, до этого я не была ни в группе, нигде не пела. Слушайте, для вас-то получается дебют и сразу же в популярный коллектив? Да. Под руководством Гульвиры Илахуновой? Да. И как работается? Готовится, готовится, работает очень хорошо. Наверное, не знаю, очень весело. Готовите новые клипы, записываете новые песни? Да, записываем песни, готовим. Живете новые костюмы? Да. В общем, все, весь творческий процесс. Да, на этапе такого начала, на этапе такого, не знаю, только-только все начинается, работы много. Отлично. Так, это солнышко предостаточно? Этого будет предостаточно нам на соус. Сейчас мы обжарим стейк, то есть слегка мы просто так мельницу у нас как-то... Замаринеем можно? Слегка перчика, слегка соли. Семга не... Всего по чуть-чуть. Семга не любит много ни перца, ни соли, то есть здесь... А вот, Елена, чем у нас бразильская кухня может отличаться от всех остальных? Есть какие-то свои особенности, секреты, фишки, почерк? Бразильская кухня, в их кухне очень много присутствует бобовых растений. Ага. Вот. Могу сказать, что они любят очень свинину. В Бразилии? Да. Ага. Бобовая и свинина. То есть вот сегодня как раз-таки второе блюдо, это и будут бобы, черная фасоль с некоторыми копченостями. Сейчас мы обжарим стейк, поставим его в духовой шкаф и в этот момент мы быстренько-быстренько сделаем соус. Отлично. Так, и креветки у нас в самом конце тоже будут прожаривать? Да, идут креветки, мы уже после обжарки перца их положим, так как креветки не любят долго тепловой обработки. Вот. Как и все морепродукты, скажем так. Морепродукт вообще у нас быстро готовится? Морепродукты, да, очень быстро. Самое благодарное дело, честно говоря. И, я считаю, польза для фигуры, и вкусно, и быстрое приготовление. Одни плюсы. Плюсы, да. Ну и витаминов огромное количество. Нет. Хорошо, а у вас какая кухня больше всего по душе? Я как раз-таки вот рыбу люблю очень. Морепродукты тоже нравятся, да? Да, очень люблю рыбу. Пока семга... Сколько нам нужно времени? Мы сейчас дадим колер и поставим ее до полной готовности. Для семги буквально 5-7 минут. Тем временем, давайте расскажем телезрителям, что у нас происходит здесь в кастрюльках. На данный момент здесь мы отвариваем черные бобы. То есть, и сейчас мы сразу поставим... Рис? Рис. Черные бобы. На какое время нам нужно вводить? Черные бобы, могу сразу сказать, что готовятся долго. Я до этого предварительно их немного отварила. То есть, сейчас мы их доведем до полной готовности. А вообще сколько времени нужно? 2-2,5 часа. До свидания. 2-2,5 часа и рис. Рис. Рис у них самое что интересное, я не знаю почему, но у них всегда идет вот в сочетании. Даже если они эти бобы едят, у них там же присутствует и рис, как гарниром. Слушайте, а бразильская кухня вообще острая? Специфика есть какая-то? Сауцев и приправ? Есть. Скажем, я работала с двумя бразильцами. И самое что интересное, оба бразильца, у них абсолютно разные вкусы. То есть, если один предпочитал всегда острое, то второе это... Ну, я так понимаю, что все-таки у них очень много присутствует перца. А, перец. Это перец чили, черный перец, очень много присутствует. Также такие специи, скажем, как бадьян, вот такой вот. Перец чили стручковый. Они употребляют очень много при варке морской соли еще. То есть, по кухне они работают именно вот с морской солью. Аиде-то, Аиде. Вот, Равшан, скажите, вы часто путешествуете? Вот недавно, сезон отпусков у нас уже позади, куда-нибудь успевали съездить? Нет. Потому что только что начался процесс рабочий, да? Да, да, когда вот все сейчас отдыхают, мы работаем. Слушайте, мне, учитывая логику и статистику рабочего процесса, скорее всего, у вас ближайший отдых навечается только после Нового года. Думаю, да. Наверное, скорее всего, зимой будем отдыхать. Елена, а вы были в Бразилии? В Бразилии нет, не бывало. Я представляю, как вы мечтаете. Нет. Нет? Честно, нет. Слушайте, а обязательно побывать в той стране, чью кухню ты предпочитаешь готовить или готовишь очень часто? Нет, я думаю, что это не обязательно, потому что все-таки, насколько я поняла, то есть я работала и с итальянцами, и с хорватами, и с сербами, и с французами, и с бразильцами. Я не скажу, что кухня сильно отличается, просто есть некоторые какие-то нюансы. А так, в принципе, все то же самое. По сути, да. По сути, да. Ну, отлично тогда. Если масло, то только шедевр. Так, теперь мы поставим этот стейк доводить до полной готовности в жарочный шкаф. Так. На сколько по времени? 5-7 минут буквально. Даже, мне кажется, будет достаточно... У нас температура 200 градусов. Да. 5-7 минут. За это время бобы доводят до кипения, рис уже почти готов. Так, рис нам надо немного убавить. Так, рис... Хорошо, а какое у вас любимое блюдо? Любимое блюдо? Борщ. Удивительное сочетание. Раушан любит борщ. Да. Ладно. А у вас есть одно из требований в контракте, в договоре, что вы должны следить за фигурой, и ни в коем случае там плюс-минус 2-3 килограмма нарушения? Ну, такого, честно сказать, нет. Жестких правил таких нет? Нет, жестких правил таких нет, но адекватно мы как бы понимаем, что нельзя нам поправляться. Стараемся немножко... А в личной жизни, как обстоят дела, часто приходится для кого-то готовить? Мне? Как я издалека. Ну, последний, последний, наверное, не знаю, ну, полгода точно я никому не готовила. Заметьте. Ну, имейте в виду, к мужской половине. Да, я имею в виду. А последние полгода и последние полгода вы как раз-таки находитесь в группе. Не прослеживаете логику? А, ну, может быть. Как-то хорошо появилась в Индиге, личная жизнь, до свидания. Ну, ну. Понятно. У нас тем временем мы что-то... Это для украшения у нас уже? Да, это мы лимончик делаем для украшения. Я же говорю, сейчас мы ставим тарелку. Так. У нас доходит как раз-таки стейк. На этот момент мы быстренько делаем, делаем соус. Шикарно. Скажите, пожалуйста, шеф-поваром женщины сложно быть? Наверное... Вам же приходится командовать, руководить. Я уверен, что в подчинении у вас и мужчины есть. Есть мужчины, причем таки большая часть это как раз-таки мужчины. Очень сложно, потому что в последнее время, скажем так же, тот же мужской персонал не очень воспринимает женщину как шеф-поваром. Ну, в этом отношении намного сложнее. Действительно. Ну, ничего, хотя и... Если вдруг ваш коллектив и команда ваша вдруг будет наблюдать сегодняшний процесс приготовления нашей программы, можете обратиться. Я вам поддержу прямо сейчас, помогу. Ведь все, что происходит на кухне, пробовать приходится гостям и клиентам. И любое непослушание отражается на блюдах, я считаю так. Это да. Либо запаздывает, либо что-то недосолили, недоперчили. Так что все свое мужское эго оставляйте дома, когда идете на работу, правильно? Ну, еще надо готовить с душой. С душой. Потому что, если не вкладываешь даже капельку своей частички души, то могу сказать, на 100% блюдо обязательно не получится. Слушайте, а как семья получается? Вы возвращаетесь с работы, где вы готовите целый день? Возвращаетесь домой и дома тоже готовите? Нет. Тут вас удивляет кто-нибудь хотя бы? Нет. Тоже нет? Нет. Это у меня взрослая дочь, она замужем, живет отдельно. Но вот внучка любит, когда я готовлю. Ну, еще бы. Я бы удивился, если бы никто не любил, конечно. Так, теперь мы как раз-таки добавляем наши креветки сюда. Так. Солим чуть-чуть, да? Чуть-чуть. Много не надо. То есть, я же говорю, как все любые морепродукты. Нет, это если, скажем, вы будете делать пивные креветки, обжаривая туда. Туда желательно много-много соли. Да. Здесь этого много не надо. Так. Может, вам все-таки лопатку дать? Не знаю, давайте. Теперь нам остается только добавить кокосового молока. Кокосовое молоко? Кокосовое молоко. А оно у нас продается же где-то, да? Обязательно. По-моему, сейчас в наше время в магазинах можно найти абсолютно все. И, кажется, в этом никаких проблем нет. И сразу запах. Смотрите, какой я прекрасный. Так, ну у нас до второго блюда еще время есть, так что бабы еще могут пусть готовиться на здоровье. Да. У нас уже практически финишная прямая. У нас пару минут буквально осталось все-таки, да? Да. И мы его почему-то уже начинаем выкладывать. Вот, очень быстро. Это очень классно. Слушайте, а вот здесь же можно фантазировать и мукека, и плюс что-то, что-то, к чему фантазия лежит, да? Обязательно. Вы добавили сюда и гребешки? Нет? Нет, вполне можно и гребешки добавить, вполне можно какие-то... К перчику добавить еще что-то? К перчику? Ну, я бы сюда немножко, если бы еще добавила чесночок. То есть, когда пассируется перчик, потому что сами по себе креветки также любят немножко чесночка. Легкий-легкий-легкий-легкий привкус. Много сюда не надо абсолютно. Вот. Слушайте, а рыба, в данном случае, как семга, какой гарнир больше подходит к рыбе? Я имею в виду, есть из овощей. Из овощей я просто люблю овощи-гриль. Ну, судя по всему, потому что происходит... Вот. О, это запах. Теперь на наш тейк мы выкладываем наши креветки с перчиком. Ой, для любителей морепродуктов это прям идеальный вариант. И рыба, и сверху еще и креветки. Ну что ж, у нас, в принципе, все готово. Да. Нам остается дело за малым, но за самым аппетитом. Дегустация. Друзья, мы готовы пробовать, надеюсь, и вы тоже. Равшан. Да, мы нашим гостям всегда предлагаем первыми. Так что, Равшан, попробуйте ее тоже. С удовольствием. И поделитесь впечатлениями. С удовольствием. Так, ну надо как-то так, чтобы все вместе попало на вилочку. Хорошо. Посмелее, посмелее, не стесняйтесь, да. Так, семга есть. Хорошо, вы так много взяли, вы поправитесь. Ну вот, видите, очень боюсь. И креветочку давайте с собой. Ну как, шикарно? Угу. То-то же. Очень вкусно. Так, Елена, давайте с вами вместе. Вот так вот смелее, вот так вот, и вон, бери. Мукека. Режем перец соломкой и обжариваем на сковороде. Сбрызгиваем соком лимона. После того, как овощи подрумянились, опускаем в сковороду креветки, солим, перчим, добавляем кокосовое молоко. Приправляем стейк семге солью, перцем и лимонным соком. Обжариваем рыбу на другой сковороде на растительном масле до появления золотистой корочки. Затем отправляем стейк в духовой шкаф на 5-7 минут при температуре 200 градусов. Соединяем ингредиенты. Украшаем томатами черри. Блюдо готово. Готовить очень быстро, и, наверное, это самый главный плюс в этом блюде. Бразильская кухня у нас, друзья, в гостях. Это магия кухни. Мы продолжаем. У нас впереди второе блюдо не менее экзотическим названием. Фейджуада. Что это такое, сейчас будем выяснять все вместе. Приятного аппетита. Субтитры сделал DimaTorzok Бразильские сериалы, плюс ко всему, еще, наверное, латинские, всеми любимые танцы. Ну и самое горячее, наверное, это у них еще и кухня, которую мы сегодня уже испробовали. Одна уже позади. Мукека несет за собой название. Ну и впереди второе блюдо. Вот ингредиент сейчас нам расскажет, конечно, шеф-повар. Называется она фейджуада. Да, как мы и обещали, друзья, готовим все вместе. Начнем, пожалуй. Итак, Елена, что нам нужно для фейджуады? Для фейджуады это, то есть вот здесь я заранее поставила уже варить черные бобы. Так, готовятся они два с половиной часа, примерно два с половиной. Ну вот у нас процесс заканчивается. Вот буквально еще пару минут и будет готово. Да. Рис? Рис идет у нас как гарниром к этому блюду. Так. Апельсин также у нас идет тоже как под гарнировкой к этому блюду. А понадобится лук, чеснок? Лук, чеснок. Лавровый лист? Лавровый лист, это у нас добавляется именно в бобы, когда при варке. Охотничьи колбаски, сосиски. То есть в фейджуады, по сути, можно добавлять любые какие копчености. Если вы даже едите свинину, вы можете добавить туда свинину. Соль, перец по вкусу. Соль, перец и бульонный кубик, говяжий бульонный кубик, который будет сейчас добавляться в бобы у нас. Для вкуса. Да. Итак, начнем, пожалуйста, задание для меня и для Равшан. В этот раз будет посложнее, нам обещала Елена. Но вместе с Еленой работа совсем мало становится, потому что она все делает сама. Так получилось. Буквально сейчас вот Равшан у нас почистит луковицу, и половину луковицы надо будет порезать мелким кубиком. Чеснок. Чеснок. Чеснок мы берем третью часть. На три части. Две части мы берем, одну часть оставляем. Примерно так. Чеснока. Я сейчас с тем временем поставлю сковороду. Мелко-мелко, да? Да, меленько порубить. Равшан, как часто приходится готовить? Каждый день практически. В смысле, для себя? Ну, для себя, для девочек. А, вы так определили, кто в коллективе повар, да? Нет, ну, мы сейчас живем втроем вместе, нам продюсеры наши снимают нам квартиру. Весело вам, да? Да, и, ну, не только я, конечно. Втроем вместе кто-то режет. Вы как-то поделили задание или что? Ну, кто-то режет лук, кто-то морковку, кто-то чистит, я не знаю, там, моет, режет мясо, допустим. Слушайте, когда пацаны живут все вместе, там все определенно ясно, кто чем занят и так далее. Когда живут девочки, вы как задание делите? Кто занимается уборкой, кто сегодня готовит, кто моет посуду? Вот, вы знаете, у нас такого нету, что ты сделаешь то, я сделаю это. Какой-то такой определенный, ну, как вы говорите. Вы сложный коллектив? Да. Да? Прям дружный. Да, очень. Ну, ладно. Мы уже сколько вместе живем за это время, привыкли друг к другу. И, конечно же, вопрос о творчестве не мог обойти стороной. Для всех поклонников, кто еще помнит группу Индиго, и вот сейчас уже новый состав. Чем новым в ближайшее время нас собираетесь радовать еще? Ну, конечно же, новыми песнями, новыми клипами. Мы очень надеемся, что наши песни будут звучать везде, будут хитами. Так, ребята, давайте мы сейчас немножко вместе с вами, чтобы нам это быстренько-быстренько, так как сковорода нагрелась. Бобы практически уже вся вода ушла, практически, совсем чуть остается. Да, мы сейчас сюда добавим как раз-таки тот наш бульонный кубик. Вот. Прям в обыки кинуть надо добавить? Да. Много мы его не будем добавлять, чтобы наше блюдо вдруг мечами не получилось пересоленным. Лена, а вы какую кухню предпочитаете сами? Не готовите, а вот наслаждаться? Я предпочитаю наслаждаться, скорее всего, наверное, европейской. Я люблю мясо, я люблю стейки, я люблю овощи, фрукты. Мясо очень люблю. Когда мне сказали один раз, что я хочу мясо, мне говорят, Лена, от мяса стареет. Я говорю, пускай я состарюсь, но я буду мясо. Это немножко в сторонку уберем. А теперь мы при... За это время нам надо порезать колбаски. Так, как мы их режем? Мы режем наискосок. Так. Понял. Так, вот мы сюда уберем. Ага, все, понял. Давайте я. Отлично. Так. Так, и Рошан, давай задание дадим? То же самое, наверное, да? Давайте. Рошан, вот так, наискосок. Спасибо. Спасибо. Так. Сразу мы добавим чесночок. Ну, да. Ну, блюдо должно быть ароматом. У нас специи предостаточно. В принципе, мне кажется, бобы, так долго готовящиеся, должны сыграть свою прям основную роль. Елена, а вы где учились готовить? И как давно вы поняли, что вы должны стать поваром, связать с этим свою жизнь? Ну, первое мое блюдо, которое я приготовила, это был борщ. Я его приготовила во втором классе. Рошан, ты слышишь, да? Да. Оля, любимый творчий, я приготовила во втором классе. Ну, смотри, получилось съедобно достаточно, да? Вполне. Вполне. А сосиски же тоже, да, наискос, да? Вполне съедобное блюдо. Абсолютно. И... Выбор стоял, да, что там или я буду в ателье работать. Что тоже неплохо получалось, в смысле? Даже очень. Да. Вот. И все-таки вверх взяла кухня. А кто-то способствовал развитию вот именно этой сферы? В семье кто-то готовится или так хорошо? Все кулинары, если были там? Я не думаю, что у нас прям... Нет, кстати, сестренка у меня тоже повар-кондитер. Серьезно? Да. Вот. Наверное, это было собственное желание такое вот что-то. Постоянно проэкспериментировать, что-то сделать. И плакала, не получалось. Мы с апельсином будем что-то делать оригинальное? Просто сегменты. Нет, мы вырежем просто сегменты. Ага. Так. А, эту кожурку куда? Мы это выкинем. Нет, но если вы делаете это дома, при этом вы варите компот, вы можете добавить... То есть вот здесь мы снимаем, чтобы у нас не было... Шкурки. Запах очень аппетитный. Ну, как всегда, такого не бывало, чтобы у нас запах какой-то был непонятный. У нас всегда все предельно ясно. А тут аппетитно. И для тебя охотничьи колбаски все-таки дают для себя. Знаете? Сейчас мы это добавляем... Добавляем... Вот тут, конечно, развеяли все мои сомнения. Так, это не нужно. Да, это нам уже не надо. Добавляем все это в фасоль. Перемешиваем. Да. Так, лопатка для этого, в случае, немножко большая. В очередной раз обращусь к нашим телезрителям. На сайте хабар.кз, на сайте телеканала Хабар, есть раздел «Магия кухни», и там, конечно, страничка «Ваши рецепты». Воспользуйтесь случаем, господа и дамы, естественно, тоже попробуйте поделиться со всем миром рецептом вашим, оригинальным, интересным, безумно простым, может быть, даже. Ну и, главное, конечно же, вкусным и аппетитным. Попробуйте закинуть на свои рецепты, и, конечно, расскажите нам о том, как это готовится. Мы, конечно же, попробуем это повторить. И в нашей «Магии кухни» не исключено, что, быть может, и ваш рецепт когда-то и окажется. Хабар.кз, раздел «Магия кухни», «Ваши рецепты». Мы тем временем возвращаемся и уже начинаем, я так понимаю, наряжать. Мы этот апельсин немного-то оставили. Ничего страшного. Вы можете, я же говорю, вы можете этот апельсин также использовать. Это тоже для красоты? Нет, у них этот апельсин присутствует также в употреблении этого блюда. Ну и белый белоснежный рис, как снег. Сейчас, конечно, всю эту процедуру гармонично сбалансирует. Самое, что интересно, они почему-то зелени не так много пользуются зеленью. Ну что ж, в принципе, я готов уже насладиться этим процессом, который обожаю не только я и все телезрители, за что нас, наверное, многие ненавидят в этот момент, которые не успели вместе с нами готовить, сготовить одновременно. Но так или иначе, друзья, для того, чтобы пояснить для вас, насколько это вкусно и аппетитно, мы это будем, конечно, дегустировать. Время дегустации у нас настало. Надеюсь, вы тоже готовы. Давайте пробовать. Пробуем все вместе, но, как всегда, гостям предоставляем возможность первой. Хорошо. Рожан, пожалуйста. Сегодня желудок просто радуется. Ну еще раз. И нарадуется. Надо, да, все вместе по чуть-чуть, как обычно по традиции. Да, и сосисочку, и фасоль, и апельсин. Ммм, очень-очень вкусно. Давайте вместе. Вкусно очень. Необычный вкус, но... Ну, это вот то, что вот именно бобы, вот это вот. Слушайте, бобы как будто мясо. Тейжуада. Отвариваем черные бобы и рис. Обратите внимание, на приготовление бобов вы потратите около двух с половиной часов. При этом в воду мы добавляем лавровый лист. А незадолго до того, как вынуть бобы, опускаем в кастрюлю бульонный кубик. Измельчаем лук и чеснок. Обжариваем их в небольшом количестве растительного масла. Режем крупноколбаски. И также отправляем их на сковороду. Смешиваем с готовой фасолью. Украшаем сегментами апельсина. На гарнир подаем отваренный рис. Приятного аппетита! Ну что ж, побывали мы в Бразилии сегодня. Обошлись без карнавала. Но я думаю, праздник души и, конечно же, вот эта трапеза у нас сегодня продемонстрировала прекрасное появление в нашей кухне еще и бразильских оттенков. Как всегда по традиции, я благодарю всех находящихся на этой кухне за то, что уделили самое драгоценное время и поделились нашими телезрителями приятными, вкусными моментами. И, конечно же, для начала эту замечательную корзинку от наших партнеров Евразенс Курс Корпорейшн. Брендами «Три желания», «Шедевр» и «Золотые горы» я преподношу Елену вам. Огромное спасибо за ваше присутствие на нашей кухне, за новые рецепты, за бразильское настроение. И уверен, что на вашей кухне тоже должны быть такие чудеса. Это от нас. Для вас. У нас в гостях была шеф-повар Елена Строух. Огромное спасибо. Ну и, конечно, не отпуская с пустыми руками и наших гостей, напоминаем, друзья, солистка группы «Индига» Равшан Джамакулова у нас была в гостях. Огромное спасибо, Равшан, за твое присутствие у нас в гостях и за твою помощь. Ну и, конечно, за то, что теперь мы в Бразилии побывали вместе. Можешь рассказать всем, мы были в Бразилии все троем. И, конечно же, эти подарки для тебя готовь. С девчонками вместе, вы же троем живете. Вот теперь ты придешь не с пустыми руками, считай, что все в расчете. Спасибо. Они посуду помоют и еще уберутся, а ты уже принесла продукты. Итак, друзья, с вами, напоминаю, было хорошее настроение «Маги кухни». Я, Алан Черкасов. Самое вкусное шоу страны «Маги кухни» прощается с вами, говорит, приятного аппетита. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Масло «Золотые горы». Вкус и польза – вот что важно.